всем привет это дача алекса меня зовут ева алекс это мой муж сегодня я хочу вам показать и рассказать что я делаю с яблонька с молодой яблонька если у нее пожелтели листья вот посмотрите вот у нас молодая яблонька я и в принципе уже показывала неоднократно и у нее в прошлом году было точно также молодые побеги вот видите они желтеют приобретают желтый цвет сначала весной ранним летом этого всего не было особенно нижние вот они все желтые затем вот они начали желтеть сейчас я это увидела прошлом году было точно также и я вычитал что это хлороз недостаток это железо растения и сейчас покажу расскажу что я для этого делаю для этого я беру лимонную кислоту любого производства естественно и железный купорос он у меня с прошлого года уже начатый железный купорос значит развожу я это все в пропорции на 1 литр воды полторы ложки полторы чайной ложки лимонной кислоты и чуть меньше половины чайной ложки железного купороса все это развожу на 1 литр воды вот я уже развела сейчас как я показывал в прошлый раз хочу это все процедить у меня такое специальное ситечко есть оно у меня больше чем горлышко у моей прыскалки и поэтому я подставлю в поддончик и все это хорошенечко процеживаю процеживаю для того что потому что это у меня помпа распылитель я буду опрыскивать вот этой помпа и обрызгиваю я уже и показывал рассказывал все это по листу обрызгивал все наши лито листики все наши веточки и точно так же этим же самым раствором поливаем тоже под корень можно кстати в прошлом году я по листу не брызгал я только под корень почему потому что мы столько посадили мне его жалко было совсем еще маленькая была деревца я не стала его по листу либо было солнце по-моему я пожалела что вдруг ожог будет да еще из химии вернее это конечно не химия чем мы брызгаем это не химия железно купоросы лимонка это все природные компоненты это с другой стороны все тоже проходимся по всем листикам по нашим все хорошенечко хорошенечко красиво сверкает на закате солнце обрызгали нашу яблоньку и сейчас я расскажу еще один способ старый дедовский можно сказать способ вот этого заболевания под корни берем и закапываем вот я подготовила места на поверхности чуть-чуть подняла землю и берем кладем любые абсолютно ржавые железяки вот какие мы нашли такие мы и кладем любые ржавые железки главное чтобы они у нас ржавели вот такие у нас уголки всякие старые древние гвозди желательно большие чтобы вы на них не напоролись когда будете вдруг обрабатывать руками вкапываем их вообще вообще почему это старый дедовский способ потому что раньше сажали добрее никогда не было никаких променовоза сажали деревья и всегда кидали туда всякие ржавые железяки гвозди и все такое подобное но мы этого не сделали при посадке поэтому делаем это сейчас туда осадками влагой водой все это будет и те оксид железо из уроков химии помните класс 6 наверно 5 ржавчина это оксид железа насколько я помню хотя пятерки меня не было по химии но почему-то и вот так вот помню и раствор который у нас остался я его разбавила немного водой довела до литра обратно и сейчас полью если земля сухая побольше можно еще развести этого раствора у нас так-то не требуется полив земля сыра вот я весь этот все остатки выливаю сюда все теперь через какое-то время через несколько дней неделю полторы возможно у нашей яблоньки листики должны позеленеть и хлороз пройдет почему я это способ рекомендую потому что я его уже проверил не засекла в прошлом году через какое время у меня листья зелеными стали у этого деревца но это работает реально очень хороший и легкий в принципе способ купить только железный купорос лимонная кислота в доме есть у каждого так что поставьте лайк этому видео пожалуйста поддержите наш канал лайки очень продвигает видео и оставайтесь с нами ждите новых видео всем пока